Площадь революции в Череповце сегодня превратилась в поле боя. Отряд должен пересечь открытую местность под перекрестным огнем. Со стороны испытания кажется простым, однако без настоящей военной дисциплины и внимательности не обойтись. Ребята готовились основательно. К примеру, ученики 14-й школы продолжали репетировать вплоть до начала испытания. Зарниться, по словам участников, хоть и называется игрой, дело серьезное. Самое сложное для меня это был смотр строя песни, потому что в прошлом году у нас было все не так гладко. Но в этом году мы натренировались и выступили на отлично, без штрафных баллов. В программе Зарницы 4 соревновательных дня, множество самых разных заданий. Подготовка к Зарнице у нас активно шла в течение месяца. Перед Зарницей мы каждый день вообще собирались. И наша школа хочет высказать огромную благодарность первому отделу полиции, второму отделу полиции, а также отделу ГИБДД за помощь, предоставление формы. Ребята проползали под условной колючей проволокой, кинули в дот гранату, с помощью тарзанки преодолели препятствия. Условия приближены к боевым. Штурм не обошлось обеззраненных. Правда, травмы не настоящие. Понарошку. У него открытый перелом костей голени правой. Средний третий с артериальным кровотечем. Больше полутора сотен школьников и студентов штурмовали соборную горку весь день. Городской этап Зарницы закончится летним биатлоном. А уже 14 мая станет известно, какая из этих команд будет защищать честь Череповца на областных соревнованиях.